Хоть пикник когда начнёшь? Уже начнёшь. Всем привет! Это Оля. Включение из Северной Каролины. Сегодня у нас... Мы не пропагандируем распитие спиртных напитков и не предлагаем его лицам до 21 года и так далее. Мы купили, заметили, какое интересное пиво. Если вы смотрели мой недавний шорт, там у меня где-то было pumpkin beer. Пиво со вкусом... У меня надо было pumpkin взять. Я сейчас его возьму. У меня недавно было видео, где-то там у меня было pumpkin beer. Пиво со вкусом тыквы. Но мы его так и не купили. Затом мы решили попробовать... Я показывала видео коллеге на работе, и она сказала, что Hershey! Как она успела увидеть? Она где-то мелькнула. Hershey, со вкусом шоколада? Hershey шоколад у нас где-то есть. Walk-in closet можно прикрыть. Итак, мы его купили в Walmart. Упаковка стандартная, 6 штучек. Тут уже некоторые... Тут... Нету их. 6 штучек по цене 10 долларов. Плюс такс, плюс что-то там. Можно посмотреть будет. Ну, в общем, больше 10 долларов за штучку. То есть, одна штучка, доллар с чем-то там, можете посчитать. Вкус? Вкус обычный, как пиво, только небольшой привкус шоколада. И всё. Я думала, оно будет пошоколаднее на самом деле. Мы попробовали. Ну, вот как-то так. Ожидали чего-то более шоколадного. Но тоже интересно. Там ещё есть другие варианты. Очень много всяких разных, всяких, всяких разных. Apple, blueberry, strawberry. То есть, я клубничный... Apple я сказала первым, да? Яблочные. Blueberry – это черника. Strawberry – это клубника. И там всякие-всякие-всякие разные. Ну, мы их не собираемся пробовать. Это уже... Всем остальным. Подарите. Ладно мне комментарии. Можете не показывать мне в кадре. Потому что ты без маски. Шоколад? Это бренд шоколада, что ли, производят? Ну, да? Heshy. Heshy. Я знаю, что это бренд шоколадный. Блин, шоколадное. Яблочное. Виноградное. Это же вино. Это другое. Виноградного не было. Было blackberry. А, blackberry. Да, blackberry. Ну, со вкусом я как-то попадала на йогурт. Я купила йогурт со вкусом pumpkin spice. То есть, это был обычный йогурт. А внутри, то есть, он сладкий. Внутри был привкус пампкина. И в то же время был spice. То есть, перцем еще туда присыпали. То есть, это типа типичный Halloween taste. Когда вот приходит осень, они вот такой вот тут едят. Есть такие же вкусы. Кашка тоже со вкусом pumpkin spice. Я как-то попадала на чай, который тоже был spice. Поэтому, когда вы покупаете что-то новое, очень внимательно читайте на описание. Потому что может запросто попасться чай с перцем. С pumpkin еще и с перцем. Потому что, может быть, даже я как-то видела что-то, как бы даже не с солью. Реально, надо читать внимательно на то, с чего вкус вы покупаете. Потому что, может, что-то такое невообразимое, невообразимое. А это, недавно Владик попросил эти... Читас. Да, Читас. Я добавлю комментарий. Тут очень много острого. Все, все может быть острым. Чипсы острые. Любой бренд острый. Чипсы острые. И сегодня чипсы доза острые. А к сухарикам тут нет. И нету чипсов по скрабам. Сухарики мы уже нажалили сами. Дети скучают по кельешкам. Будете ехать, завезите нам сухариков. Русских магазинов у нас поближести нет. Поэтому мы не ездим туда. Я знаю, что можно съездить в русский магазин. Можно заказать через Амазон. Это мы уже в курсе. Через Амазон. Да, через Амазон. Также магазины есть. Я недавно смотрела видео девочки из Южной Каролины. Она там снимала как вот пельмени. 5 долларов пачка. Именно прям пельмени русские. Привезенные из России сюда экспорт. Квас тоже у нее там был. Ну, там вот такая же бутылочка. Что это 3 доллара квас. Именно российский. Made in Russia. Тот самый какой-то. Не помню бренда. Я забыла. Все? Наговорился? Ну, я надеюсь, у вас хороший вечер. Приятного. Приятных выходных. Удачных недель. А приятных прогулок под снегом. Пока-пока. А возможно, не под снегом. Пог interim. Удачных.